Без анекдота не могу. В этом месте очень напрашивается анекдот. Был у меня замечательный одноклассник. Он не хотел ничему вообще учиться. Ни математики, ни физики, ни литературе, там ничему. Он утверждал, что любит историю, но история состояла в том, что он воображал каких-то древних греков или римлян, и они между собой воевали. А физики он не знал. Школа была французская. Ну, в смысле, она в России, в Москве была, но она учила французскому, а не математике. Поэтому, что математика, что физика, там были предельно просты. У меня до сих пор хранится уникальная контрольная, которую написал товарищ, где-то там в дальнем углу. Задача была предельно элементарная. Нужно было найти давление, которое оказывает лопата на Землю. Если известно, что ширина лопаты 50 сантиметров, ну, ширина лезвия, имеется в виду лопаты, 50 сантиметров, толщина 2, скажем, миллиметра, если я правильно помню, не важно. Вот 2 миллиметра, наверное, здесь 20, 50, что это огромная лопата. Вот. А вес молодого человека 50 килограмм. Нужно было просто найти давление. Но я надеюсь, вы понимаете, как найти давление, в случае, когда даны такие данные. Парень не знал, как искать давление, просто не учил формулу никогда. Списать ему не дали. Поэтому он написал, что человек оказывает давление, равное 50 сантиметров, плюс 2 миллиметра, плюс 50 килограмм, равняется 102, и тут его все-таки немножко осенило по скай. Это вопрос воскладывания крокодилов с карандашами. Конечно, так мы делать не будем. А число с числом почему-то в самой контроле был другой вопрос. А когда, как вы думаете, человек оказывает на Землю большее давление? Когда он идет или когда он стоит? И ответ был написан так. Человек оказывает давление большее стоя, потому что стоя, он действует на Землю всей массы.